Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном канале «Экзегет» мы с вами обсудим такое понятие, которое достаточно нередко бывает на слуху у нас в связи с некоторыми евангельскими изречениями. Однако, вызывает ряд вопросов относительно того, что это именно за место, откуда возникло его название, насколько оно реально, или это какое-то духовное понятие, или это понятие, имеющее некую физическую природу. Это понятие гиены огненной. О нем упоминает, вернее, это понятие использует Господь наш Иисус Христос. В частности, например, в Евангелии от Марка, в Евангелии от Матфея, когда предупреждают людей согрешающих, людей, которые руководствуются в своей жизни греховными соблазнами. И говорит, например, такие слова «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Что же это за такая гиена огненная, что это за огонь гиенский, что имеет в виду Господь наш Иисус Христос под этими словами? И имеет ли сейчас для нас это понятие какое-то такое значение историческое или его значение имеет такой неприходящий духовный характер? Ну, начнем с того, что это выражение действительно имеет такой, безусловно, исторический контекст. И вообще, когда Господь обращается с какими-то притчами, с какими-то своими поучениями к тому народу, который его окружает, он весьма часто подстраивает свою речь под особенности восприятия своих слушателей. И его речь носит очень такой наглядный характер. Очень часто Господь апеллирует, Господь указывает на какие-то такие понятия, на какие-то обстоятельства, которые окружают в повседневной жизни его слушателей, которые им хорошо известны и могут быть даже вполне очевидными, если просто оглядеться по сторонам. На самом деле, вот это понятие гиены огненной в том изначальном историческом контексте, в котором его употребляет Господь, имеет как раз-таки вот такое вполне очевидное для его слушателей значение. Господь указывает им на гиену, подразумевая при этом в том числе и место, которое было прекрасно известно каждому жителю Иерусалима и всем, кто в этот город приходил. А, как мы знаем, приходили туда практически все евреи хотя бы раз в жизни, а многие раз в год и даже чаще для того, чтобы принять участие в общенародных праздниках, совершавшихся на храмовой горе, в единственном храме, посвященном истинному Богу. Так вот, это место находилось совершенно неподалеку оттуда, с тех, вероятно, локаций, с тех мест, где произносил свое поучение сам Спаситель. На самом деле это место можно было даже увидеть, и в значительном числе случаев вполне можно было ощутить его присутствие, даже если оно было скрыто от глаз городскими стенами или какими-то особенностями рельефа, ландшафта, окружавшего собой Иерусалим. Дело в том, что под этой самой Гиенной Огненной понималось вполне конкретное предместье, вполне конкретное окраина Иерусалима. Это место называлось по-еврейски Гей или Гай Бней Хенном или Яном, или Яном. Там, в общем, достаточно много различных попыток транскрипции этого названия. Вот, собственно, одна из таких вот транскрипций и привела к появлению греческого слова «гиена». Ну, вернее, в греческом языке ударение ставится на первую «е» — «геена». Такой вид приобрело вот это древнее название, которое едва ли было не древнее, чем сам Иерусалим. «Гей Бней Хенном» означало «долина сынов Янома» или «Хеннома». Что же это были за такие сыновья, Янома или Хеннома? А под ними, по всей вероятности, следует разуметь вот именно то самое первоначальное ханаанское, хананейское население Иерусалима. Мы знаем, что эти хананеи исповедовали зачастую самые такие вот отвратительные и неприемлемые для библейской этики культы, в том числе такие самые отвратительные виды идолопоклонства, сопряженные с человеческими жертвоприношениями, со всевозможными жестокостями, ритуальным дурманиванием и прочими различными такими явлениями. И вот как раз-таки вот эта узкая долина Бней Хенном, она и была местом такого ритуального служения, где на дне этой такой действительно очень узкой и глубокой впадины, по всей вероятности, находилось место идолослужения, место идолопоклонства. Почему для него было выбрано такое укромное и такое, в общем, неприглядное на самом деле место в окрестностях Иерусалима? Ну, на самом деле мы можем тоже это объяснить тем, что вообще такие места, урочища, вот какие-то такие впадины, какие-то такие узкие, скрытые от глаз долины, они достаточно нередко и не только у хананеев служили местами для поклонения в первую очередь божествам, так называемым хатоническим, тем божествам, стихии которых была земля, подземный мир, который одновременно связывался в представлении этих древних языческих народов и с культами плодородия, так сказать, с местом, где был спуск вот в эти подземные сокровенные хранилища земли, из которых, как из материнского тропа, происходят все на ее поверхности богатства, плодов и жизненных каких-то проявлений и произрастаний. И в то же время это вот такое таинственное, расположенное где-то в глубинах земли место, являлось, конечно, и пристанищем для умерших душ. Поэтому вот эти подземные божества, они зачастую связывались и с культом плодородия, и с культом умерших, и с культом огня, поскольку вполне естественно для жителей вот таких сейсмически активных мест и зон было, ну, путем вполне таких несложных наблюдений, сделать вид, что под землей действительно находится некое такое царство огня, которое в моменты какой-то вулканической активности прорывается наружу. Ну, нередкостью были горячие источники, и вполне даже образованные, по крайней мере считавшие себя таковыми, древние римляне и древние греки были уверены, что это именно боги преисподней оказывают такую милость живущим на земле тем, что согревают для них вот эти подземные источники воды, имеющие такую некую особую целительную силу. Поэтому нередко вот таких горячих источников были места и поклонения в честь этих божеств, были какие-то поставленные в их честь идолы, святилища и так далее. Вот одним из таких ханаанских божеств, по всей вероятности даже, может быть, давшим и свое имя, такое нарицательное этому народу, было некое божество Хен или Кен, вот такой подземный бог плодородия, бог умерших, и ему-то вот в этой узкой и глубокой долине, которая с южной стороны, с юго-западной стороны окружает вот такую вот часть древнего города Иерусалима, первые жители этой земли, этого места, этого города Иевуса, как он тогда назывался, приносили свои жертвы, приносили свои поклонения, в том числе и человеческие. Надо сказать, что традиция эта продолжилась уже и после того, как Иерусалим сделался городом священным. В какой-то момент, по всей вероятности, жители Иерусалима испытали на себе такое очень вредное, вредное, развращающее влияние родственных им западнофиникийских народов и племен. И поэтому в этой самой Геномской долине появилось святилище, которое именовалось Тофет. В этом святилище, по преданиям некоторых историков, находился идол финикийского божества, которого именовали Молох. Это страшное и тоже такое быкоподобное существо, представляло из себя идол, совмещенный с некой такой открытой как бы жаровней. И вот на эту жаровню, по преданиям историков, бросали своих детей жители Древнего Израиля, развращенные вот такими языческими, неподобающими обычаями соседних с ними финикийских племен. Эти обычаи обличает, в частности, пророк Иеремия, который говорит, «И устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых». Это и есть та самая Геномская долина. «Чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Вот так Господь обличает этот семитский, западно-семитский, финикийский культ, нашедший свое распространение, к сожалению, и в удобопреклонных к грехам в сердцах древних евреев, древних израильтян, за что они так неоднократно и бывали обличаемы, наказываемы Господом и через пророков, и его собственной всемогущую силу. Ну и, собственно, и те, кто ввел их в этот соблазн, также за такие свои чрезвычайно неподобающие деяния тоже оказывались наказаны. Есть такой взгляд, который говорит о том, что на самом деле это было не божество, которое называлось Молох, но это как раз-таки был такой вот семитский языческий обычай, который именовался Молох. Этот как раз-таки обычай состоял в том, чтобы дети, причем первенцы, как правило, приносились в жертву языческим божествам, в особенности, когда всему народу угрожали какие-нибудь бедствия, войны, землетрясения или еще какие-то такие страшные события. Это очень, на самом деле, действительно древний был обычай, следы которого мы находим еще и на древнем кризе, и в древней Греции, и в особенности отличался приверженностью этому бесчеловечному обычаю древний город Карфаген. Именно поэтому девизом римлян во время ведения имя так называемых пунических войн служило знаменитое высказывание «Карфаген должен быть разрушен». Те страшные жестокие формы язычества, которые предполагали человеческие жертвоприношения, в том числе жертвоприношения собственных детей, настолько возмущали древних римлян, что они почитали невозможным существование на земле такого государства, как Карфаген, цветущая такая финикийская колония, финикийское государство. И знаменитый финикийский карфагенский полководец Ганнибал Барка по некоторым известиям тоже в детском отроческом возрасте едва ли не был принесен в жертву в ходе вот этого страшного языческого ритуала, но был подменен другим ребенком, другим отроком, и благодаря этому остался жив и возглавил свою такую решительную и многими героизируемую борьбу против Древнего Рима. Вот такой страшный обычай когда-то окутывал собою, соединялся с этим местом, находящимся к югу от Иерусалима в определенный период истории, библейской истории, истории землеобетованной. Но надо сказать, что, конечно, ко временам Спасителя об этих страшных событиях сохранилась лишь только такая отдаленная память. И когда Господь говорит о гиене Огненной, он использует лишь только само географическое название. Но реальность на тот момент была уже совершенно иной. Вот это место, в котором когда-то совершались языческие кровавые, огненные, страшное жертвоприношение ко времени жизни Спасителя стало, в общем-то, попросту помойкой. Но не просто помойкой. Это было место, куда свозили отходы от храмового богослужения. Как мы знаем, в Иерусалимском храме богослужение предполагало принесение точно так же жертв, конечно, уже не человеческих, но тем не менее приносились в жертву и тельцы, и быки, и овцы, и козлы, и горлицы. И от этих жертвоприношений порою оставались какие-то вот такие остатки, уже которые невозможно было съесть, которые не предполагалось храмовым ритуалом сжигать до конца, как это было в отношении так называемых всесожжений. И поэтому вот эти храмовые отходы, они из ветхозаветного храма вывозились с юго-западной стороны. И надо сказать, что вот как раз-таки современная стеноплача, которая представляет собой западную стену, основание той площадки, на которой когда-то стоял великолепный и прекрасный храм, вот к этому священному сейчас для современных иудеев месту ведут ворота, которые до сих пор называются мусорными. Почему они мусорные? А именно потому, что через эти мусорные ворота вывозили не просто какие-то городские нечистоты, но именно отходы храмового богослужения и свозили, сбрасывали их вот в эту узкую, глубокую долину сыновей геномовых. Там они подлежали дальнейшей утилизации, поэтому это было место, в котором всегда горели костры. Там всегда горел огонь для того, чтобы на этом огне можно было продолжать уничтожать те какие-то остатки храмового мусора, храмовых жертв, которые туда свозились. Но поскольку зачастую объем жертвоприношений был настолько огромен и соответственно количество мусора было таким большим, что просто какими-то разведенными кострами уничтожить все это было попросту даже невозможно. И для того, чтобы огонь горел ярче, и чтобы эти органические остатки уничтожались успешнее и быстрее, в этот огонь добавлялась сера. И поэтому одна из ближайших башен городских, которые находились к этим мусорным воротам и к этой долине геном, так и называлась башня серная. В ней хранились запасы серы. Сера была нужна для того, как раз таки, чтобы постоянно добавлять ее вот в эти костры, поддерживать ей вот это непрекращающееся горение. Но помимо того, что в этой долине уничтожались остатки храмовых жертв, храмовых богослужений, туда еще сбрасывали тела, например, преступников, которые по роду казни, по роду своего наказания не удоставились погребения. Это было самым, наверное, страшным вообще, что могло произойти с правоверным иудеем, с членом древнего еврейского общества. Это то, что его тело намеренно оставлялось без погребения. Погребсти умершего человека было великой добродетелю и настоятельной религиозной необходимостью. Бросить тело без погребения воспринималось как тяжкий грех, нарушение божественных законов, божественных заповедей о любви к человеку. И если человек намеренно лишался погребения, то это означало, что он на веки вечные извержен из вот этого общества Израиля, сыновей Израиля, и причислен к вот этим сынам геномовым, сынам геномовым, к язычникам. То есть он обществом воспринимался так же, как об этом говорит Господь. Да будет он тебе, как язычник и мытарь. То есть это совершенно чуждый человек. Человек чуждый и общества святых, и общества соплеменников, и общества Божие, божественной вечной жизни. Поэтому страшнее кары, чем оказаться после смерти выброшенным вот в эту самую долину сыновей генома, ну, для правоверного иудея даже нельзя было себе и представить. Поэтому, когда Господь рисует вот эту страшную картину поражения души соблазном, поражения души грехом, приводящим в вечную муку, приводящим к вот такому страшному концу, то для его слушателей это такая, ну, вполне окружающая их реальность. Они могли ее видеть каждый день в этих ближайших окрестностях Иерусалима. Они могли чувствовать ее каждый день, как только ветер дул с той стороны и нес в те места, где они жили, запах дыма, запах вот этих органических останков, над уничтожением которых трудились неусыпающие никогда черви и огонь. Вот этот запах тления, этот запах серы, он, в общем-то, не требовал каких-то усилий воображения для того, чтобы слушатели-спасители могли его воспроизвести. Его можно было почувствовать всякий раз, как только представлялась возможность или необходимость приблизиться к этой южной оконечности Иерусалима. И действительно, для слушателей-спасителя этот образ был воистину образом ада. Он вполне отражал вот это адское состояние муки, ненужности, выброшенности, отделенности от общества святых, от общества спасаемых. Вот этой вечной кары, вечного тления, вечного разложения, вечного сгорания, которое не так уж сложно было действительно перенести, может быть, на ее посмертную участь тех, кто, к сожалению, ее удостоился. Поэтому неудивительно, что вот это название Гайля Геи Бнейгеном стало именем нарицательным. И уже ко времени спасителя Геяна воспринималось и как действительно существовавшее географическое место и как образ, символ страшных посмертных мучений. А то, что они реальны, это, в общем-то, мы вполне действительно имеем тому множество подтверждений в церковном предании, в всевозможных явлениях, которые происходили умерших, в том числе и тех, кто, к сожалению, сподобился такой незавидной участи, такой незавидной будущности. И мы знаем, что действительно в этом посмертном страшном существовании, которое даже едва ли можно так назвать, присутствует и мучающий человека адский червь, и адский неугасающий огонь, ну и вот этот вот запах серы, как изначально средство для утилизации, уничтожения ненужных остатков и мусора, он, в общем-то, соединился с этой картиной, придал ему вот такой вот запах отчаяния, отверженности, запах вот такого адского мучения и страдания, которому подвергается через греховность, через подверженность соблазнов отпавший от Бога, от вечной жизни человек. Следует ли теперь не ограничиться лишь вот этой исторической памятью гиены огненной, но искать это место где-то в каких-то подземных может быть областях ходят какие-то такие истории о том, что где-то какие-то ученые что-то бурили, где-то добурились до какого-то каких-то адских глубин, откуда там что-то вылетало со страшными криками, и что туда опускали какие-то микрофоны и записывали эти адские страдания. Ну, конечно, братья и сестры, нам с вами не стоит уж так как-то создавать какую-то мифологию на пустом месте, там, где для нее нет никаких оснований. Мучения человека не имеют на самом деле сейчас в настоящее время физического измерения. Как мы знаем, душа человеческая отделяется от тела и после этого уже не имеет физических естественных характеристик, качеств и свойств. И поэтому адские мучения сейчас для нее носят исключительно духовный характер. Все вот эти символы огня, холода, червя и так далее, они являются выражением наиболее адекватным, может быть выражением для нас сейчас тех состояний, в которых но однако духовных и мы подчеркнем состояние, в которых пребывают души грешников. После того, после всеобщего воскресения из мертвых, когда души умерших соединятся с телами, это страдание вместе с душами, страдание отверженности от Бога, отверженности от вечной жизни будут разделять к сожалению и тела грешников, как вместе с душами повинные совершению греха. Но где и как именно это будет происходить, я думаю, сейчас нам с вами не имеет никакого смысла гадать, строить каких-то предположений, мы знаем, что это произойдет уже после того, как будут новые неба и новые земля, на которых и в которых к сожалению для всего греховного и нечистого ну или на самом деле к счастью не найдется места. К сожалению, в этом случае вызывает скорее то, что мы знаем найдутся такие люди, которые окажутся в этом числе, которые окажутся в этом состоянии, которые будут подвергнуты этим вечным нескончаемым мукам. Дай Бог, чтобы никто из наших зрителей, наших слушателей сейчас не пополнил собой это число, этого мы не желаем никому, даже, может быть, самым страшным грешникам. Дай Бог, чтобы каждого человека, который на этой земле ходит путями неправильными, неправедными, посетило спасительное раскаяние, покаяние и избавило его от вечных мук и от того, чтобы своим собственным опытом узнать, что такое гиена и где она находится или будет находиться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. подпишись и подпишись подпишись